Друзья мои, всем привет! Я вас приветствую на своем канале. Кто еще не знает, чем мы занимаемся, мы занимаемся подбором автомобилей во Владивостоке. Это штучные проверки автомобилей, это подбор автомобиля без вас. Да, сейчас ситуация сложная, но люди все равно покупают автомобили. Также вы можете приехать к нам, мы вместе с вами на авторынке «Зеленый угол» выберем и приобретем вам автомобиль с дальнейшим сопровождением. Плюс ко всему, мы возим автомобили с аукционов Японии, на днях выйдет обязательно видео про автомобили, которые мы привезли для вас, для наших клиентов. Следующий момент, ребят, как говорится, спрос рождает предложение, мы долго думали, долго над этим работали. У нас открывается новое направление, это автомобили из Кореи. Как все вы знаете, Япония ввела санкции на часть автомобилей, на часть очень популярных автомобилей. Я вам хочу напомнить, это все гибриды, все электроавтомобили и все автомобили с объемом двигателя больше, чем 1,9 литра. Да, их привезти можно, но пока не понять, чем это чревато. Что касается вообще Кореи, в принципе, схема покупки, ну, чем-то она схожа, да, по платежам, вообще по всему. Итак, аукционы. Есть ли аукционы в Корее? Да, они там есть, но на них можно зайти скорее, да. Если перевести это на русский язык, у тебя там есть офис, у тебя там есть сайт, да, ты заходишь и покупаешь автомобиль на аукционе Кореи. Вот, далее. Есть сайт, есть сайт. То есть вы заходите на сайт, выбираете автомобиль, мы для вас его приобретаем. Такой автомобиль, ну, как бы на сайте там есть что-то подобие аукционного листа, да, но все равно алгоритмы работы там по аукционным листам, они не те, как в Японии. Потому что Япония, сколько же там уже? Более, более 20 лет поставляет автомобили. Значит, в этом случае, как проверяется автомобиль? Едет человек, едет человек, ну, опять же, наподобие меня, да, в Японии, мы называем там, вы называете нас подборщиками. Проверяет автомобиль, делает фото-видео-отчет, вам предоставляется фото-видео-отчет, вы на основе этого фото-видео-отчета уже решаете, покупать вам автомобиль или нет. Ну, в общем, информации много, много, всю информацию сюда не передать через экран. Друзья мои, пишите на WhatsApp, кому это интересно, буду давать вам уже более подробную информацию. Сейчас вам покажу несколько автомобилей, которые есть в наличии и которые привезены клиентам. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь на канал, мой телефон указан под этим видео и в описании канала. Всем хорошего просмотра. Смотрим, что у нас по корейцам. И еще момент, друзья мои. Многие, может быть, как, не то, что может быть, а многие реально неправильно воспринимают информацию. Автомобили из Японии мы продолжаем возить, мы продолжаем возить несанкционные автомобили. То есть, без проблем, обращайтесь, заказывайте автомобиль, мы вам привезем. Давайте еще раз повторим, что такое санкционные автомобили. Санкционные автомобили, это все электроавтомобили, это все гибриды, это все автомобили, объем двигателя, которых превышает 1,9 литра. Если ваш автомобиль, который вы хотите приобрести, не попадает в эту категорию, то мы вам его без проблем привезем. Никакие пошлины, никакие заоблачные, вот эти вот полмиллиона вы платить не будете. Если вы поставите машину на учет, короче говоря, если вы машину везете под себя, не с целью перепродажи. Если вы везете автомобиль на перепродажу, то, увы, да, плюс полмиллиона рублей. Под себя машину везете, никакие там 528 тысяч рублей платить вы не будете. Итак, ребят, давайте же посмотрим, что у нас все-таки есть, что мы можем вам предложить, да, из, скажем так, корейского автопрома под заказ, хотел сказать, из Японии, нет, из Кореи. Сегодня я вам хочу показать такой вот автомобиль, это Hyundai Kano. Покажу вам обязательно Sorento, покажу вам Santa Fe, который стоит уже на номерах, готов, скажем так, в путь ехать. Покажу вам Palisade и покажу вам Accord. Accord, корейская версия автомобиля. Это полтора литра турбо, 2 миллиона 250 тысяч рублей. Стоимость такого автомобиля под заказ, ребят, из Кореи. Свежий Accord, 19-го года, с люком на штатном хондовском литье. Бесключевой доступ, такой белый цвет. По низу, посмотрите, вот такой вот молдинг идет, бесключевой доступ. Люк сказал. Здесь у нас обклеено, чтобы не было царапин. Кожаный салон идет. Такой полноценный, комфортабельный седан. Задняя часть автомобиля. Багажное отделение. Обратите внимание, да, тоже в каком состоянии вообще состояние салона, состояние автомобиля, в том числе и багажное отделение. Здесь у нас идет пленочка. Электропривод в сидении. Дверная карта кожи, вставочка такая вот идет под дерево. Кожаный руль. Естественно, это кнопка старт. Идет огромная магнитола по месту. Ну, что я вам буду рассказывать про место в аккорде. И пробег на автомобиле 108 тысяч километров. Управление музыкой, круиз-контроль, вариатор, климаты, подогревы, электронный ручник. Огромный просто бардачок. Ну, и, конечно же, у нас имеется люк. Пластик здесь идет. Вы знаете, а я вот не знаю, что это идет. Либо пластик, либо не понять, что. Но вот эта штука идет очень-очень мягкая. Такой вот аккорд за такую вот стоимость. Еще раз. Вот эти все автомобили, которые я вам буду показывать, стоимость их под заказ. Далее, друзья мои, посмотрите, какой стоит красавчик. Я думаю, все бы хотели на таком автомобиле ездить. Полноценный такой джип. Корейский джип. Итак, ребят, это полисад. Объем двигателя 2,2 литра. Привод этот идет передний. Передний, конечно, не хватает ему 4 ВД. Но, опять же, я всегда сужу сугубо по своему мнению. Полисад 2012 года выпуска. Огроменная просто идет решетка. И в то же время обратите внимание, да, какие такие вот хищные маленькие фарики стоят. Значит, по переду вижу сонары. Крыша вижу, у него идет с люком, хотел сказать, черное. Нет, опять же, штатное литье. Практически новое идет. Летняя резина, светлый салон. Машина просто огроменна. Это, знаете, такое прям, прям, ребят, дом просто на колесах. Это джипа минивэн. Три ряда сидений полноценных. Да, три ряда. Плюс у вас остается еще багажное отделение. В машине очень приятно пахнет. Полностью кожаный салон идет. Красавчик вот такой вот. Давай заглянем в подножку, видите, для вашего удобства. По передней части. Ну, сидушки, да, здесь идут механические. Такая вот, да, я думаю, вот так, в комплекте с автомобилем где-то тоже так налепили. Так, а это у нас идут, если честно, не пойму, по-моему, это идет, то ли чехол, то ли нет. Мне больше интересно именно по передней части автомобиль. Итак, стоимость автомобиля, да, подобного, палисада, в такой же комплектации, по такой же стоимости, 3 миллиона 400 тысяч рублей, если везти автомобиль из Кореи. Значит, что мы здесь имеем? Руль у нас идет кожаный, электропривод водительского сидения есть. Еще мне интересен второй ряд сидений, показать вам, да, сколько там места. Ну, понятно, то, что оно все двигается. Проход на третий ряд сидений. Короче, места здесь, ребят, много. Буду честен, да, эти автомобили я еще до конца не изучил. Вот сейчас начнут нам приходить автомобили, потихонечку заказываем, покупаем. Для вас, эти автомобили, и также будем, также будем их изучать. Все буду вам обязательно рассказывать. Все плюсы-минусы, плюсы-минусы каждой модели. Плюсы, это понятно, да, то, что несанкционный автомобиль. Так, кнопка старт, вот такая вот здесь кнопка переключения передачи. Ух ты, смотрите, какая подсветочка у нас здесь загорелась. Ну, реально круто это все смотрится. Пробег 84 тысячи, значит, здесь у нас идет круиз-контроль. Дверная карта тоже идет кожа. Вот такой вот, такая вот ручка переключения передач. Есть дэшка, нейтралка и R-ка идет. Камера идет с траекторией движения, плюс вот такой вот небольшой круговой обзорчик. Здесь у нас есть. Все, знаете, такое приятное на ощупь. Бардачок, второй ух, какой он огромный там бардачок. Значит, из комфорта, что мы здесь имеем? Есть у нас вентиляция сидений, да, это в японских автомобилях, ну, вентиляция, так как такие, уже идут на премиум, премиум-версиях. Но вентиляция, это штучка такая, очень удобно, особенно в нашу-то жару, да, которая у нас сейчас происходит. Также есть подогрев сидений, есть подогрев руля. Это у нас получается, включается камера, почему она не включается, не могу понять. Может быть, ребят, что-то я делаю не так, но автомобиль, конечно, шикарный. Знаете, как в мерседесах идет подсветочка, да, здесь тоже самое. В мерсах она еще меняется, вот здесь, не знаю, возможно, тоже, тоже меняется. Ну, такой лаконичный, приятному глазу дизайн. По стоимости 3 миллиона, да, 3 миллиона 400 тысяч рублей вот обошелся данный автомобиль клиента с пробегом 84 тысячи километров. Это у нас уже идет Санта-Фе, автомобиль 2018 года выпуска, 2,2 турбо, обошелся он 3 миллиона 50 тысяч рублей. Под заказ скорее. Поставили на номера, рейлинги, плавник, автомобиль подготовили к поездке. Кожаный салон, я люблю темные салоны. Белые, конечно, они смотрятся клево, шикарно, круто, но белый салончик, это, знаете, так, не особо он практичный. Электропривод сидений. Пошел, вот знаете, бум, прям бум. Вот эта вот обклейка пошла с этого года. До этого ездили, никто ничего не обклеивал, а сейчас вот начали обклеивать свои автомобили. Итак, здесь у нас есть память сидений, стеклоподъемники в одно касание, дверная карта, идет кожа, пластик, тоже электропривод сидений. Сидушки вот здесь идут с такими вот небольшими поддержками. Датчики системы безопасности, движение по полосе, антиюз, кнопка открывания багажника, пробег на автомобиле. Или 89 тысяч, 89 тысяч, второй ряд, второй ряд вам показывал. Сзади довольно много места. Кстати, обогревы сидений задних пассажиров тоже присутствуют. Это, конечно же, огромный бонус, огромный плюс. Минус, нет метлы. Для электрооткрывания багажника. Также вот ребята взяли, получается, запаску, ковровое покрытие, а под ним у нас идет просто чистота. Очень быстро закрывается крышка багажного отделения. Такая вот подсветка есть в дверной карте. Электронный ручник, память сидений. Вот машина завелась, раз под водителя построилась. Ну, видимо, подписчик уже выстроил себе память сидений. Электронный ручник, драйв, сонары. Получается включение камер. Также идет обогрев руля. Вентиляция идет сидений, обогрев сидений. Круиз-контроль. Пробег на автомобиле 89 тысяч. По месту, по удобству тоже вполне удобно. Ну, в палисаде, конечно, понятно, покруче будет, нежели здесь. Но, тем не менее, тоже есть, значит, вход USB и есть вход AUX. Тоже немаловажная такая вот функция немаловажная. Ну, и также обратите внимание, здесь есть еще идет и панорама. Следующий автомобиль у нас идет Sorento 2019 года выпуска. Тоже 2.2 передний привод, она идет 7-местная. Пробег на автомобиле 7 тысяч. Обошелся автомобиль 2 миллиона 900 тысяч рублей. Также автомобиль под заказ. Смотрите, к автомобилю подошел, машина открылась. Идет подсветочка, да, как на AirPlay'цах, как на Мерседесах. Не открылась машина. Значит, здесь встречает нас тоже вот такой красный фонарь. Подсветочка идет. Ну, опять приятный запах в автомобиле. Пробег 10 тысяч, ну, 10 тысяч, да, это новый автомобиль. Опять же, есть память сиденья. Я сел, кресло построилось. Запуск. Сейчас вам немного выкачу. Вот так вот встречает нас бортовой компьютер. 23 градуса, температура, тахометр, спидометр, стрелка, бензобака. Значит, здесь у нас слепые зоны, движение по полосе, антиюзг. 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 Что это со мной сегодня такое? Антиюзг и всякие разные. Давайте немного вам выкачу, выкачу и вам, и себе. Еще раз прокатиться, выкачу, посмотрим. Пооткрываем, полазим, поглядим, поудивляемся. Обратите, кстати, внимание, JBL. На JBL он идет, ребята, у нас. Итак, Sorento, такой белый перламутровый цвет. Сверху у нас рейлинги, повторители. Круговой обзор у нас имеется. Штатное литье. Хорошая, ну, реально, практически новая летняя резина. Здесь защита у нас вот этих вот зон, которые, зоны риска это называется. Брызговики есть. Посмотрите, как клево смотрится у нас оптика. Камера заднего вида, естественно, она присутствует. Метла, спойлер, плавник. Электрокрышка открывания багажника. Третий ряд сидений у нас спрятался. Видали? Мимат на третьем ряду сидений. Такие вот дела, ребят. Также есть у нас шторочки. Блин, не могу. Как вообще приятно смотреть на новые автомобили. Не знаю, у всех, конечно, мнение разное, да, то, что у японцев качество намного лучше, но, друзья мои, когда вот такие вот дела, да, обстоят. Форс-мажор, а не знаю, как это назвать, когда, ну, нет выхода, нет выхода. Привезти японский автомобиль санкционный, да, либо выход есть. Напоминаю, выход есть привезти санкционный автомобиль, но, не знаю, когда выйдет это видео. На момент съемки этого видео мы не берем в работу санкционный автомобиль. Я так думаю, нужен перерыв месяца полтора-два. Посмотреть, как будет выглядеть практика привоза. Будет это стоить дороже. Фраг будет стоить вместо 70 тысяч ен 250 тысяч ен. Да, плюс, как к этому отнесется японская сторона, когда они будут смотреть, то, что огромное количество санкционных автомобилей куда-то, куда-то уходит. В общем, машинки пока не возим, смотрим, пережидаем. Именно санкционные, не санкционные автомобили японские возим. Ну, и, как вы уже догадались, мы возим для вас корейские автомобили. Сейчас покажу еще вот этого красавца. Мне очень нравится то, что во многих, практически во всех автомобилях, да, присутствует система кругового обзора. И это реально очень круто, очень удобно при парковке, ребят. Давайте, вот он еще один красавчик, да, Hyundai Kano. Она 19-й год выпуска, 1.6 Turbo. И стоимость этого, ну, назовем его спорткара, 2 миллиона 50 тысяч, если везти автомобиль под заказ в Японии. Смотрите, интересного плана цвет, да, у автомобиля. То есть он такой, какой-то тюнинг, что ли. Здесь идет бордовая, литье идет бордовая, по низу идет бордовая, крыша идет бордовая. Оп, Ironman. И смотрите, возможно, вам видно не будет. Оп, проекция. Так, что мы имеем? Имеем мы вот такую вот Кану Ironman. Да, сравнительно небольшое багажное отделение. Это, ну, я бы назвал его, наверное, ну, хэтчбеком его не назовешь. Давайте придумаем ему название в комментариях. Смотрите, в пакетиках все. Места очень много. Сзади. 49 тысяч пробег. Когда машина заводится, вылазит. Проекция вот такого плана. Спидометр тоже идет кожаный руль. Ну, здесь, ребят, здесь все как-то стандартно. Есть обогрев руля. Ух ты, есть подогрев, есть вентиляция. Есть несколько разъемов USB. Дальше все, все по стандарту. Такой вот автомобиль. Звук мне очень нравится. У него, видимо, какая-то выхлопная система тюнинная идет. Кругового обзора здесь нет. Но камера с траекторией движения здесь есть. Друзья мои, ну что, снял он корейские автомобили. Как видите, понимаете, примерно, да, сколько они будут стоить. Можете по сравнивать, зайти на сайт drom.ru, посмотреть, сколько стоит привезенные автомобили, которые стоят на продажу. Ну и, конечно же, посмотреть, сколько будет стоит привезти такие автомобили под заказ. Да, это дешевле. Аналогия работы по привозу автомобилей. Ну, я в начале ролика говорил, объяснял вкратце. В принципе, та же самая, та же самая аналогия, да, что и с Японией. Вот, еще раз вернусь к этому, давайте проговорим. То есть, есть аукционы в Корее, но на аукцион, чтобы попасть на аукцион, да, у тебя, ну, грубо говоря, должна быть фирма, счет в Корее. То есть, отсюда зайти на аукцион ты не сможешь, вот. Есть сайт, аналог нашему дрому. Ну, не аналог, а, опять же, я утрирую, да. Заходите на сайт, на сайте выбираете себе автомобиль. Большая часть автомобилей, как бы, наверное, не 100%, там все дилеры. Опять же, есть у них там что-то подобие аукционного листа, где указана там замена, там, либо шпаклевка и так далее. А пробеги, пробеги, пробеги там не крутят. Вот, вот такая вот кратенькая информация. Но ничего, мы будем учиться, мы будем изучать корейский автопром. Выхода у нас нет. Напоминаю, корейские автомобили, они не санкционные. Японские автомобили, все электрические, все гибриды. И автомобили, у которых объем двигателя больше, чем 1,9 литра, это все идут санкционные автомобили. Поэтому с вас обязательно лайк, подписка, комментарий, название автомобиля. И всем хорошего дня, всем хорошего настроения. Всем пока, друзья.